добрый вечер дорогие мои здесь тоже свет включим так сегодня у нас 7 7 февраля конечно же хочу поблагодарить тем ребятам которых донатить моему каналу это вот Олег у нас Олег Иванович и Артур Магирович дорогие мои спасибо большое пусть ваш образ станет тысячи то что имеется чуть-чуть посадочку этих уродов снимем дождик идет думал что-то видите с утра мороз был конкретный мороз уже дождь превратился это да снег дождь превратился погода негонная хороших ни в коем случае нельзя трогать гонять надо только плохих еще один с тумана спускается сейчас будем кормить 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 и попробуем поснимать кормить будем на земле и посмотрим как эти крырочки красиво прямо сходится ну дождь смотрит это видите наверно камера должен передавать не знаю где нам нет вроде дождь идет вон там с боем вроде тоже садится говорят зимой когда гоняешь хорошие голуби теряют бой пропадает у хороших бой но поскольку птица нехорошая птица плохая птица плохая они бьют все равно они какие-то тупые голуби ничего не понимают хищник приходит они бьют туман поднимаешь они бьют говоришь лети десять часов я тебе рюкзак ногам привязал не понимают нет неправильно как вот это даме не плохо играть пчелы неправильные какие-то неправильные неправильные пчелы понимаете мед дают пчелами отдают но разве хорошие пчелами отдают разве хорошие голуби даже летать на что такое непонятно ну принципе и ветер это и вечер должна мутновато показывать да и погода нехорошие туманно показано обидеть ведь ведь будем или не будем или не будем не хотят быть это лед падает понимает красиво стоят красиво красота тема будет про хищников потому что из ребят задают вопрос опять вчера я как раз тоже разговаривал с человеком тоже жалуются на хищника покой не дают сегодняшнем ролике видели под конец там телефон звонок был это юра из томска точнее из томской области звание ну хорошо то что юра держал очень долго почтарей спортивную птицу и знать что такой сильный гипптица такой слабый птица поэтому человек ищет голубей которые могли уйти от хищников замучивали было 80 штук горит а 150 штук это кольцевал вот сейчас осталось бит 30 штук остальных всех 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 набрали всех забрали значит ну в внимательно но многие из вас слышали я постоянно толдычу об одном да что результаты 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 голубей 50 процентов зависит от самих голубей и 50 процентов зависит от тренера то есть от голубя пика то есть результаты спортсмена найти высокого начинает спускаться посадочками сейчас наверное поставлю на позу пусканируется чтобы не проб полза не ставила вытирала что ж такое погода на самом деле шелчки слышно вон откуда слышно видите что ж вы будете делать походу опять ставить поем еще выше ушли пока ну вот выйду на улицу вот одного нашел второго не вижу но вы видели приспустились они опять стали на бой опять пошли вверх это вот птица которой говорим пружинит спускается становится на бой с каждым боем он уходит выше-выше и опять так второго я что-то не вижу тут он уже в стрессе начал летать но не всегда получается снимать того чего мы хотим и того чего показывают хищники ну даже вот сегодня я кинул ролик видели тот момент когда я с Юрой разговаривал а вот под этим вот видите с Юрой разговаривал и в этот момент когда и произошла атака да столько время снимал ждал Сапсана не было стоило мне кому-то позвонить чем-то отвлечься и тут на тебя атака то есть сама атака да вот минут другой перый повошел с камня услышал его даже не видел а вот темники вот он темники вот он а нет он еще один сверху появится Наверху пасмурно, дорогие мои, наверху пасмурно, хорошо и дождик какой-то, я не знаю, что я снимаю, но должен что-то снимать, тем более, тем более, уже и вечер, камера уже хреново будет фокусировать, вот опять, не знаю, я снимаю, то есть в этот момент умею, пока это получается показывать, то останавливается, тянет, потом дикаром уходит. Сторойся, сейчас посмотрим, кто еще спустится. Очень быстро, вон еще третий, еще, еще. Не, значит, ну вот смотрите, дорогие мои, де-факто показываю, да, я видел двух. Потом вот, ну вот один сел, я думал, может это, теперь третий появился, четвертый появился. Другие, стульманы, сверху. Почему я им говорю, что я не люблю, когда голуби уходят покрытие? Понимаете, люди, у которых не уходит покрытие, вот они, они хотят, чтобы у них хватило. А люди, у которых голуби уходят покрытие, понимаете, ну это не то. Голубь должен быть в зоне достигаемости, чтобы могли бой увидеть. Это либо бинокль надо постоянно смотреть, тут мало того, что в шею задираешь, смотришь, да еще и с биноклем. Постой и посмотри, да, там ваши, и руки тоже отвалятся. Так, где вы хренево знаете, сейчас подождем. На паузу поставил, это шелкает оттуда-туда, перелетело, ладно. Ну не вижу этих, темно. Даже, видите, белый снег внизу, да, вон, видите, белый снег. Что, белые точки должны быть в небе, нету, не вижу. Пойду во двор. Да, вон появились, появились на высоко. Не, уже снег пошел, уже дождь-снег превращается. То дождь был, то снег пошел. Хрен поймешь. И уши уже начали замерзнуть. Да, значит, дорогие мои, по поводу стресса. Я очень много раз рассказывал в моих роликах. Приходите к человеку, берете у него голубей, голубятник. Если в данном случае человеку отправили, то очень часто мы же и на месте берем голубей. Да, мы, я имею ввиду, вы тоже. Это, мне, этот, мне, ну, я как бы редко-редко на месте беру. Ну, в общем, берем и на месте голубей. Значит, у старого хозяина голуби в идеальном состоянии. Привозите вы, особенно молодежь, привозите к себе домой. Через некоторое время ваша птица начинает болеть, умирать. Естественно, причина вот этой новой голуби, которую вы привезли, потому что первое, они заболели, заражили вашу птицу, и начинаете ругать человека. Вот он, скотина, продал меня там. Ну, что, что, чуть не упал. Да, это брак был сейчас, этот, последний бой. Да. Но это борода был. У него бой другой. Значит, а, начинайте жаловаться, вот что скотина дал вам там плохих голубей, больных голубей, ваша птица заболела. Но человек себя грудь бьет, что он тебя дал здоровых голубей. В общем, и, в общем-то, ты брещешь, ты обманываешь, сам заразу хреню знает, откуда принес. И это, да, прав тот человек, прав. Не прав тот человек, да, не прав. В общем, не прав в том, что ваша птица заразилась не от другой птицы, а именно от его, от его же голубей. В общем, вы правы. В каком-то месте, да, ваша птица заразилась от его голубей. Но он дал вам больных голубей? Нет, он вам дал здоровых голубей. А что произошло? А произошло именно на фоне стресса голубей начинает слабеть и начинает болеть. Точно так же от корма. В общем, корм плохой. Вот вы привезли корм, у него там был корм хороший. У вас корм плохой. В общем, птица у вас начинает есть этот корм вынужденно заболевает и дохнет. Поэтому все время необходимо быть предельно внимательным. Не человек вам дал больных голубей. Либо ваш корм был плохой, вы привезли. Птица не понравилась ваш корм, а слаб заболел. Все вирусы, все болезни находятся в организме. Либо на фоне стресса. То есть то, что говорят, да, правильно говорят. Но опять же, в вашем случае это так или не так, я не знаю. Может он отправил вас больных голубей, может здоровых отправил, не знаю. Но факт то, что такое есть. То есть здоровая птица может заболеть. Точно так же на фоне стресса, когда хищник атакует на голубей, Ну, голубь хороший, он ушел от хищника даже, там лечил. Да, смотришь, через несколько дней этот голубь заболел. Вот этот голубь может заболеть. На фоне стресса. И при этом болезни происходят... А, вот они появляются. Не так, как это бывает обычное такое, да, там при вертяжке. Так смотришь, вроде голубь бодрый, такой нормальный. А вот он может такой, да, там... Ну, признаки показать. Вертяжки или сальмы. Ну, это опять же опытный глаз нужен. Да, ну вот начинает спускаться. Так, это вот этот. Теперь еще одно комментарий почитаю и перейдем на хищника. Ну, вот там какой-то Рахман ТВ, значит, пишет меня. Погодите, скоро Армения присоединится в Азербайджан. Не к Азербайджану, а в Азербайджан. В Азербайджане. Историческая земля Азербайджана вернется к нему, поживет чуть-чуть. А поживите. Вернется к нему, поживите чуть-чуть пока. Ну, как я люблю говорить. Ходить умеешь? Ходить на... понял куда вот многие это да там дорогие мои вот гадик это да ну как такого барана мне называть баран это еще великолепные животные по это да по сравнению вот этого рогат под парнокопытого даже не рогатого да вот один еще спускается посмотрим как вот 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 ну даже и бьет даже идет не знаю что я снимаю горожан это это либо чернохвостая голубочка либо он еще один вот видите ночь зима голуби с боем садятся дорогим а это для тех которые голуби зимой не бьют это не делает то не делает если они умеют дорогие мои пить то они бьют и зимой бьют и ночью пьют и внизу пью и наверху бьют если умеют пить она если не умеет что делает ищем отговорки отмазки из-за хищника бой пропадает не в настроении был жена загуляла ну то есть тысячи причина даже не голубка жена да там ну ладно там скажем голубка скажется гулял полу грамотный голубяки ну там еще один же есть их я троих точно видел а может и еще видео видите же ночью это для тех тоже которые ведь ночью голуби всю ночь голуби летают ну вот смотрите как ночью голуби садятся понимаете а то что вы считаете что они всю ночь летают дорогие мои они всю ночь сидят где-то не у вас голубят не а где-то сезон тянет как хорошо днем даже так не бьют днем даже недавно же вот это чапки не стало ганела это не стало кукленыша не стало расстройство я гуганель вот видишь хищник мстит тебя ты там ничего плохого его адрес не говорил он дать что-то не припомин теперь вот твоя голубочка была это похода сезарка это похода сезарка тоже ганель она на яйцах посмотрим сезарка или не сезарка но третьего пока не вижу сейчас он тоже резко появится значит 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 вот так теперь переходим переходим по хищнику дорогие хищник саша успешки а если голубь на крышах сидит и ястреб атакует метр от голубя уже может поймать если голубь не слабый понимаете дорогие мои но опять я наверное начну объяснять на пальцы а лучше же сами сделайте выводы может или не может сейчас поставлю по сканируется что вдруг ролик не пропал пока сканировался вверх смотрю то ведь его не вижу все равно на вижу он резко так же вот как эти они резко закрывается падает вниз в этот момент можем заметить их в основном по щелчкам значит что касается у голубей очень многие вот что говорят да говорит вот хищник со стороны солнца летит на голуби голубь его не видит вот ты посмотри на солнце ты что-нибудь видишь если ты не видишь что как может голубь видеть правильно ли говорят эти люди нет эти люди вообще ничего не понимает о голубах почему ничего не понимают потому что они даже не знаю что такой что такой структура глаза у голубей понимаю но курить все равно не брошу значит если мы берем смотрим внимательно глазу голубей мы обязательно увидим там пленку когда глаза открыто угол это да у голубя там пленка закрывается открывается закрывается открывается так вот эта пленка как сварочный этот маска как солнцезащитные очки вот эти сварочные маски хамелеон многие которые пользуются сваркой нормально при вспышке она темнеет то есть когда вы дугу даете все равно нормально видите а так она вроде прозрачно стекло и помимо этого еще этот пленка помогает от пыли от дождя от символ это защитная маска скажем защитные очки от всего это вот первый то есть то что люди говорят что голубь не видят они неправильно они вас обманывают почему обманывают потому что сами они ничего не знают то есть сами не знаю структура глаза а вот мне не высказывает ну вот как этот дурачок тоже да там этот перед этим написал не чё гать забыли железный кулак этого азербайджанца но сам забыл что 8 миллиона азербайджан 30 лет подушку плакал это да против 150 тысяч на нагорного карабаха тогда было 150 тысяч на горном карабахе население и 8 миллионов азербайджане ну сейчас на горном карабахе последний было там 100 120 тысяч населения в азербайджане около 10 миллионов вот они 30 лет забыли что подушечку плакали и вот сейчас уже железным кулаком стали хотя вот если допустим это да даже возьмем по полководцам нагорный карабах давал трех маршалов и адмиралов это до 2 маршалов и 1 адмирала не считая сколько сам азербайджан давал сами азербайджанцы сколько таких гаэта до головы высокопоставленных военных специалистов давал ни одного по моему ни одного по моему один там растут гамзата был или кто-то там что-то в общем даже этот ну не буду углубляться мне как бы это да то есть не понимают но высказывает свое мнение и это неправильно очень неправильно теперь переходим по отношению хищника опять структура глаза у голубей голуби почти на 360 градусов 320 340 зависит от это да там но от самих голубей если у них чубы и почему я вот не люблю вот эти чубы лохмутов 5 10 это вмешает вот этот тюнинг мешает для зрения а так голуби видит 320 340 градусов вокруг себя то есть вот если на сзади бьют мы не видим мы видим только спереди ударут когда спереди на нас идет а когда на сзади бьют не видим а голуби видит все помимо этого голуби агро это да очень сильное обоняние и очень сильный слух я вас сва это доска с дома выхожу они тут уже клетку вылетают ну вот как допустим вы подъезжаете на машине вы еще за километр или там за 200 метров ваша собака уже выбегает калитки вас выжидает то есть люди которые дома они замечают что собаку вылетает калитки собаку уже по звуку вашей машины вас жжет то же самые голуби у них вот эти чувства очередь это да там очень сильно развита ну третьего что-то так и не вижу я уже кто такой бог его знать и это по моему пока не спустился до теперь что происходит что происходит на самом деле почему хищник одни голубей может поймать а других голубей не может поймать ну вот что происходит то что любой голубь видит хищника с любого расстояния это однозначно вот почему хищник может поймать хорошего бакинца как многие говорят а вот плохого николаевского не может поймать ведь николаевский намного быстрее тогда медленная птица чем покинет чем допустим пельмяк чем почтар почтаре даже берет а вот николаевский плохой дан который с медленным махом у него не может взять если кто гоняет николаевских голубей они видят как уходит николаевский от хищника то стоит машет на месте подлодит к нему хищник да и последний момент остается вот 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 он должен уже попасть сантиметра остается что уже сапсан или тетер должен зацепить он винтом уходит сапсан проскакивает скажем так идете вы по улице летит машина одни сразу убегают видишь что машинам летит мочится одни сразу убегают от этого то есть чтобы не попасть под машину некоторые идут и смотрят да там но вид что машина на него летит он отодвигается другой а некоторые вот как сейчас это да у многих современных молодых наушники напялил на уши и идет короче вот этих сбивает насмерть машина точно так же у голубей голуби когда я есть еще один да то есть он как только заметил машину у него от страха ноги отказывают если еще и такая категория и он замирает на месте естественно тоже сбивает то есть из четырех случаев первые вовремя убегает третье уже все когда опасность близко тогда убегает отходит 4 совсем не замечает и 5 штопоры ноги отказывают это да и 4 штопоры ноги отказывают это кто спускается носить сезар или голубка или голубь не знаю сейчас посмотрим на не принципе друг друга стоящие они друг друга стоящие и голубь такой и голубка такая голубка это дочь тайсона походу это голубочка или или ну мокрый он вот видите на яицах сидит то есть из четырех случаев скажем так голуби которые замечают хищника и они схода чухает уходит не дают ему возможность подойти даже голуби которые ждут последний момент уходит от хищника их тоже не может взять голуби которые от страха уходит штопор их берет и голуби которые не понимают что такое хищник вот очень много вот это да там по сегодняшний день вот тут говорить это бакинский голубь это пакетский включи это бакинский колюб и сами не понимают что противский колюб не как то не знает что такое хищник почему не знаешь что такой хищник потому что подписки годов хищник не видел куку хищник нет понимает то есть это прикал и на там короче у них нету баку хищника эта птица генетически не знает что такой хищник можно со временем с годами приучить к тому что эта птица стала другим можно только при этом стиль полета у этого голубя будет другой и это не будет уже бакинская птица это будет уже другая птица птица который уже знать что такой хищник вот там это до часа я говорю вот самого детства вот допустим арараской долине бакинской птица выживала почему-то потому что там тоже практически нет хищников то есть не было хищников вот в гарисе занги зуре карабах и там это да там эта птица не выживала то есть чем же один и где там леса где горы были да там где тетер был и совсем эта птица не могла выживать их моментально смесли моментально николаевская птица тоже хорошо работает по тетерятнику но против сапсана плохо работает линоканская порода голубей хорошо работает так ли линоканс они очень хорошо работают по сапсану но очень плохо работает по тетерятнику вот от сапсана уходит от тетерятника они не уходят почему потому что в ленинакане в мордыне сапсана были а тетерятников не было поэтому эта птица может против генетически она знает как надо работать против сапсана николаевской генетически она знает как надо работать против тетерятника а вот от сапсана от балобана не знает хотя последние годы там когда уже начали появляться сапсана балобана да там птица начинает адаптироваться ну тут конечно всю ночь не будет летать он конечно спустится еще прожектора как то что думал двое успели спустит апер и щейка по моим было покажу его потом почему пиор и щейка уж спустился потом поднялся да и вот что у нас получается по это да там то что говорит от если с метра атаковал он может поймать нет если голубь знает что такое хищник не может взять в общем что такое генетически скажем так люди которые родились средней азии на кавказе вы таки да в теплых горных местах они знают что такое гюрза змея что такое кобра что надо делать какая-то змея появляется у них генетически это уже есть и при встрече многие из них допустим я тоже элементарно могу поймать спокойно поймать ядовитую змею не боясь ни то ни другое но люди которые никогда не видели змею не видели что такое у них либо разрыв сердца может получиться вот такой случай когда либо не будут знать что делать всего на всего дорогие мои и опять куда не денешься везде генетика 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 но для того чтобы закрепить генетику дорогие мои надо гонять делать в обраковку так что гоняйте голубей гоняйте голуби и еще раз гоняйте голубей мир умер голубям небо всем спокойной ночи дорогие мои время 8 вечера не только закрыта дверь закрыта это вот тот голуб который в ночь остался дорогие мои дорогие мои пер и щейка я створил пер и щейка в ней голубя но я обычно когда голубя остаются вот ночью я обычно плиток закрываю свет голубей не выключаю должен спускаться вот многие радуются когда голуби остаются в ночь им кажется что голуби всю ночь летают на самом деле огорчаться надо дорогие мои потому что голуби мозгов не хватило спуститься свой дом понимаете я частенько говорю вот представьте себя да там вы заблудились домой идти дома за это до ночи дома не ночуйте ну разве есть в этом хорошие а если ты еще касается женскому полу это вообще хреново поэтому дорогие мои умный голубь должен спуститься к себе домой а не оставаться в ночь он может темноте под прожектор сесть но не должен оба куда пойти ну как говорится умный помолчит дурак не поймет миромир голубям неба всем спокойной ночи